А теперь мы поменяли нашу экспозицию для того, чтобы вам было удобнее видно те машины, которые мы еще представили на этой выставке. Вот за моей спиной, вот это не за спиной, это не за спиной, а вот за моей спиной, да, находится машина, на которой установлен боевой необитаемый модуль. И мы тут сразу как бы понимаем, да, что это собственно не новинка, все боевые машины должны быть оборудованы каким-то вооружением, иначе зачем они нужны, это же не вип-покатушки, правильно? Вот, поэтому сама идея установки модуля, она как бы не нова. И в прошлый раз мы с вами обращали внимание на то, что вот посмотрите вот сюда, да, на СБА-новатор установлена башня. И эта башня называется обитаемая, потому что для того, чтобы вести из нее огонь по противнику, нужно открыть люк, пулеметчик должен занять место в башне, да, взять в руки оружие и вести огонь. А башня вращается, и он есть как бы вправо-влево 360 градусов. За моей спиной, да, и эта башня называется обитаемая, потому что там должен быть человек. А за моей спиной находится модуль, который называется необитаемый, потому что оператор находится внутри машины и ведет огонь по противнику, находясь на заднем сидении бронеавтомобиля, полностью защищенный от осколков и пуль противника. Пойдемте, я вам покажу это чудесное рабочее место. Вот вы видите, по центру находится рабочее место оператора. При помощи оптической телекамеры и тепловизионного прицела для ведения огня в плохих условиях, ночью, либо пыль, либо туман, вот, мы можем вести огонь по противнику. Причем, если вы теперь покажете верхнюю часть этого модуля, то мы увидим, что у нас есть полностью система управления, да, стабилизированный канал наведения, что делает эту машину очень и очень мощным оружием в руках хороших специалистов. Но это, в принципе, базовая модель, потому что на этот модуль можно установить другой пулемет. Если здесь мы говорим о 12,7-мм пулемете НСВТ, то мы можем сюда установить и пулемет Браунинга М2 по стандартам НАТО, а этот пулемет все-таки, он пришел к нам из Советского Союза. Мы можем установить сюда автоматический гранатомет 30, либо 40 миллиметров, либо даже мы можем установить сюда две противотанковые ракеты. И таким образом сделать эту машину настолько универсальной, что она может участвовать как в наступлении, так в обороне. Она может быть использована на блокпостах. То есть, таким образом мы считаем, что используя различные варианты вооружения данного боевого необитаемого модуля и объединив это с возможностями нашей машины, мы получили максимально универсальный бронированный автомобиль, который удовлетворит любые требования заказчика, как внутри страны, так и за рубежом. Почему? Потому что эта машина сделана с использованием технологий для жаркого климата. То есть, мы можем использовать ГСМ, горюче-смазочные материалы для жаркого климата. Мы можем поменять резину для использования в жарком климате. А корпус и система кондиционирования уже приспособлены для жаркого климата. Таким образом, и зарубежные заказчики будут очень счастливы кататься на такой машине. Единственное, они нас попросят. Мы не хотим зеленую. Зеленая в пустыне смотрится не очень. Тогда мы им отвечаем. А мы вам перекрасим. И будет песочного цвета. И вы будете очень счастливы.